Ночной суперохотник Ми-28НМ успешно испытали в Сирии. Армия и флот ночной суперохотник Ми-28НМ успешно испытали в Сирии. Закончена проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ, сообщили в Минобороны. С начала года ночной суперохотник, как называют эту машину в армии, был обкатан в условиях горной и пустыной местности в Сирии. По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на правпригодность и может поступать в войска. Ночной суперохотник – ударный боевой вертолет, способный поражать цели в любых погодных условиях и днем, и ночью. Он конструктивно отличается от своего прототипа Ми-28Н, оснащен уникальной надвтулочной РЛС, новыми двигателями, системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам ПВО. Эти машины, как правило, действуют в интересах сухопутных сил и на поле боя от них зависит многое. Вертолеты предназначены для действий на передовой и в тактическом тылу противника, способны поддерживать десантные действия. Также они помогают огнем, мотострелкам, танкистам и разведке. Вооружение таких машин позволяет уничтожать широкий спектр целей, бронетехнику, доты, военные и инфраструктурные объекты, а также вертолеты противника. Главная новинка Ми-28НМ – это надвтулочная радиолокационная станция Н-025Э, которую прежде устанавливали только на экспортные модели. Антенна приемно-передающая часть РЛС располагается над несущим винтом вертолета. Со стороны она выглядит как шарета – специальный обтекатель из радиопроницаемого материала. Такое расположение радара дает круговой обзор, а также позволяет получать радиолокационное изображение местности, прячась в неровностях рельефа за искусственными и естественными препятствиями, при этом оставаясь невидимым для противника. На поле боя РЛС позволяет эффективно действовать из засады, первым нанося неожиданные удары по противнику. Радар действует в нескольких радиочастотных диапазонах и обрабатывает информацию по многим каналам одновременно. За счет этого улучшена точность измерения координат целей и параметров препятствий, а также увеличено количество одновременно сопровождаемых целей по сравнению с РЛС, установленной на Ми-24Н. Пилоты в новом вертолете располагаются тандемом, а сама машина имеет двойное управление, что повышает ее выживаемость в боевых условиях, в случае необходимости раненого пилота может тут же заменить его напарник. Ночной суперохотник получил двигатель ВК-2500П-01-ПС, промышленное производство которого было налажено на заводе Климов. В частности, на нем установлена новая современная электронная система автоматического управления, регулирующая параметры работы двигателя в полете. Новое конструктивное решение гарантирует надежную эксплуатацию в районах не только с умеренным климатом, но и в пустынных местностях с высокой температурой, а также в условиях высокогорья, как, например, в Сирии. В боевом арсенале Ми-28НМ противотанковые управляемые ракеты, а также 30 мм автоматическая пушка. Он может использовать дальнобойную ракету Атака, которая предназначена для поражения бронетехники, живой силы, долговременных огневых точек, объектов ПВО и вертолетов. Атака способна пробить броню толщиной почти в метр, спрятанной за динамической защитой. Такие характеристики позволят эффективно бороться с основными танками вероятного противника. На вертолет может быть установлена лазерная станция подавления, которая обеспечивает защиту ночного охотника от ракет. Совершенствование электронных систем связей на Ми-28НМ позволяет интегрировать его в состав разведывательно-ударных контуров наземных группировок, в том числе с комплексом разведки «Стрелеца» — это уже самый современный уровень, рассказал известием Виктор Мураховский. Электроника позволит летчикам получать цели указания от передовых авианаводчиков и развит подразделений, что серьезно повысит эффективность взаимодействия с наземными войсками, так как обнаруженные цели можно будет уничтожить практически мгновенно. Вооруженными силами начата масштабная модернизация вертолетов. Помимо Ми-28НМ она коснется и серии Ми-35. В этом году стартует программа обновления вертолетов Ми-35М до Ми-35МВ, на них установят новые броню, двигатели и дальнобойную оптику, которая позволит на расстоянии в несколько километров находить цели и уничтожать их в любое время суток и в любую погоду. Вертолеты также получат систему радиоэлектронной борьбы и защиту от переносных зенитных комплексов. Новое оборудование превратит вертолет в современную летающую боевую машину десанта. Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее.